Флаг СССР установлен на российской военной технике, передвигающейся по территории Украины. Видеокадры опубликовало Министерство обороны РФ. Российские войска встречают. Разверните вот эту тряпочку. Знамя разворачивайте. Подходите. Вы нас ждали? Да, ждали, конечно. Ждали, да? И молились за вас, и за Путина, и за весь народ. Конечно. Снимай. Вот. Сейчас я вам же отблагодарю вот это, то, что вы ждали. Давай, Аркутчик. Давайте мы вам дадим продукты. Вам же надо. В стране главное, чтобы вы за русский мир держите. За Путина. Держите, держите. Вам надо. Держите. Давай, держите. Беспокинней. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Берите, берите! За тот клав, который мои родители погибали на выношении. За тот клав, который мои родители погибали на выношении. Съемка обрывается и как-то за стариков неспокойно. Вот валялось. Это Анне Ивановне того, как она так ждала, прилетела до подверья. После этого она, я думаю, поменяла свою думку. Про перебивание российских войск на территории Украины. Больше всего она переживает за своих тварей. А, вот это и собачки. Не голодные, нагодованные. У меня просто нет слов. Знаете, говорят, преклонный возраст. Так вот, сейчас не знаю как вы, а я увидел, что значит непреклонный дух. Вот таких защищать святое дело. И видит Бог, есть кому защитить. Чашка. Конечно, прошивая, что это в Россию я пошла так, свой номер на нос. Очень прошиво. Лучше бы знаменитостей не было, а и войны не было. Давайте мы вам дадим продукты. Вам же надо. В стране главное, чтобы вы за русский мир держите. За Путина. Лучше бы знаменитостей не было, а и войны не было. И моих знаменитостей чтобы не было. А лучше бы войны не было. Я просто думала, что поздравить россиян, чтобы пришли, чтобы сказать, чтобы больше не громили тут, а мирно решали вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь добавился еще один символ. Бабушка Анна, бабушка Аня. К сожалению, не знаем ее полного имени, отчества, но мы обязательно узнаем. И я уверен, будет возможность сказать ей спасибо и низко ей ноги поклониться, потому что она стала живым символом вот такой вот преемственности поколения. Конечно, страшно. В Россию пошла, так, звоню на нас. Очень страшно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, если собак отпустить? Собак отпустить, наверное, потому что они... Так хоть что-то где-то найдут. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, и еще буду. Ну конечно, да, стрельба вот таким ракетом, там же дырка в мосту, насквозь. Ну что, Анюта? А вон собака пускает. Иди сюда. Это ж тоже соседская собака ее отвязали. Бегает. То есть даем что-то ей подушивать. Вам не сладко. Да не сладко. Да что, гараж разбили там Чехасу. Там вообще сгоревало. Освободить хотят. От чего? Что деду и теперь ни стекол, ничего. А вы как чувствовали. И там. И там, и там, да. Победа палец. Это давно надо было сделать. Просто что такие парни там были. Баннер с изображением бабушки со знаменем Победы появился в Белгородской области. Образ стал новым символом Победы. Всего неделя, как Ивченко вместе с автором Александром Алферовым трудится над скульптурой, известной на всю Россию бабушки из Донбасса. Это видео появилось на просторах интернета и вскоре о бабушке узнали за пределами ее родины. Сейчас позвоним. Приедут вас эвакуировать значит. Позвоним сейчас. Приедут эвакуировать может быть. Вас? Вас. Вывезут город. Хотя бы. А кому это? Ну сейчас я позвоню. Буду решать что-то. Спрошу. Все хорошие ребята. Вони охраняли нас там рядышком. Подкормляют. Он башку наводил опять. Субтитры создавал DimaTorzok